Что такое духовность? Почему это понятие столь важно в современном обществе? В День Духовного Согласия именно об этом поговорили представители духовенства со студентами Карагандинского экономического университета. Какие еще вопросы поднимались по данной теме во время круглого стола в следующем материале. Каждый верующий человек должен созидать этот мир, все что происходит вокруг него. Этим он сам того не подозревая укрепляет духовность общества в целом. Человек, желая быть полезным, должен развиваться в гармонии, а для этого он должен быть социально активным членом общества. Казалось бы, о самых простых и понятных вещах рассказывали представители духовенства студентам во время круглого стола. Это не установка, а лишь правильная жизненная позиция каждого свободного человека, живущего в свободном государстве. Особо отмечалось на конференции, посвященной Дню Духовного Согласия. Вы сами знаете, сейчас обстановка в мире в таком положении, я бы не сказал, что она сложная, но наряду с этим вот эти вопросы у нас на территории Карагандинской области, они очень остро стоят, поэтому проводятся часто и круглые столы, и встречи с духовными лидерами. И тем более, знаете, что сейчас идет вопрос перерегистрации всех религиозных объединений. Ключевой вопрос, который обсуждался во время круглого стола – межнациональное согласие и межрелигиозный диалог, сближение всех религий к друг другу. Почему так высока важность духовного согласия и каковой позиции русско-православной церкви? Об этом подробно попробовал донести до собравшихся в стенах университета руководитель социального отдела Карагандинского святоведенского собора. Потому что именно на духовном согласии, когда оно есть, когда оно существует, живется основа государства, которое будет существовать долго. День духовного согласия отмечается в течение многих лет со дня приобретения независимости. До этого этот день был просто-напросто забыт. На сегодняшний день духовные лидеры и верующие всей страны ведут достаточно сплоченную и организованную работу в общей задаче укрепить мир и согласие в Казахстане. А такие дни в календаре позволяют еще раз напомнить уже сформировавшейся молодежи, что для духовного согласия, прежде всего, нужно не только терпение, но и единство, и любовь. Анна Шалкарбек, Лоразгабазов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.